Амурская служба новостей готова рассказать о наиболее заметных событиях к этому часу в студии Марина Пьянига. Здравствуйте! И вот главные темы выпуска. Обнести высоким забором. Видимо, так следует поступить со всеми детскими учреждениями, судя по заявлению главного российского психиатра. Строительство второй очереди Благовещенской ТЭС уже подходит своему логическому завершению. В декабре этого года основные объекты будут введены в эксплуатацию. Сможет ли такой масштабный проект повлиять на уже сложившиеся тарифы? Готовься не летом, а телегу зимой. По-моему, самое время сменить летние шины на зимние. Благовещенский вуз, в котором учатся чуть дольше, чем в других учебных заведениях. История Амурской государственной медицинской академии. В рубрике «Любимый город». 70% школьников имеют психические расстройства и аномалии развития. Такие данные привел не так давно главный психиатр Минздрава России. Показатели пугающие. Две трети всех детей. Представители общественной палаты предложили Минздраву разобраться не только, откуда появились подобные цифры, но и пояснить, что делают российские врачи, чтобы российские дети росли без психических отклонений. Более того, председатель комиссии общественной палаты по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак отметил, заявление Минздрава полностью дискредитирует отечественную систему здравоохранения. Наши корреспонденты решили выяснить, как в реальности обстоят дела с психическим здоровьем амурских детей. Правда где-то посередине. Так пытаются объяснить врачи высказывания главного российского психиатра и текущее положение вещей. Амурские врачи поясняют, смотря что считать психическим расстройством у ребенка. Симптомов много. Каждый из них в отдельности может показаться незаметным, но иметь далеко идущие последствия. У детей школьного возраста это может быть нарушение концентрации внимания, немотивированная агрессия, участие в различных драках беспричинных, дальше чувство замкнутости. А также длительное отсутствие желания общаться со сверстниками и учителями, отказ от еды и многочасовые компьютерные игры. В Амурском областном министерстве здравоохранения приводят свою статистику. То или иное психическое расстройство имеет почти 13% амурских школьников. Среди них лидирует умственная отсталость, около 7% от всех заболеваний. На втором и третьих местах расположились расстройства личности и психозы. С одной стороны предрасположенность может быть генетическая, с другой сами родители подчас позволяют ребенку заболеть. Вот приходит мама с ребенком, двухлетним, с телефоном в руках ребенок. Спрашивается мама, что вы делаете? Ребенок разговаривать не умеет, он не говорящий. Почему он сидит с телефоном и играет? Она говорит, ну чтобы его успокоить, чтобы он не орал. Что делают родители? То есть они в два года уже приучают ребенка к зависимости. Психологи в своих комментариях не столь критичны. Назвать детей психически нездоровыми, основываясь на показателях 20-30 летней давности, нельзя. Появление аномалий в развитии детей закономерно со сменой эпох и поколений. Дети не приобретают больше заболеваний. Они становятся другими от обилия телевидения и изолирующего от общества экрана компьютера. И все это обуславливает обилие пищи для мозга, но недостаточность социализации. Поэтому детки подрастающие, они интеллектуальны, но зачастую они испытывают трудности в социальной адаптации. Большинство психических расстройств и отклонений поддается лечению. Но любое заболевание лучше предупредить, чем позже удивляться устрашающей статистике. Наталья Унчикова, Антон Максимов, Амурская служба новостей. Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ, к которому приступили в 2013 году, является одним из четырех проектов инвестиционной программы по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Он реализуется в соответствии с указом президента. На эти цели из бюджета Российской Федерации выделено 50 миллиардов рублей. Строительство уже перешло в завершающую стадию. Объект готов на 80%. Такое расширение ТЭЦ позволит увеличить мощность не только выделяемой тепловой, но и электрической энергии. Однако повлияет ли такой проект на стоимость? Подробнее расскажем далее. Несмотря на то, что строительство и монтаж продолжаются, вторая очередь Благовещенской ТЭЦ уже начала все пусконаладочные работы. Еще в сентябре оборудование второй очереди подключили к действующей схеме ТЭЦ. Работа идет по плану. В декабре текущего года всем новым оборудованием можно будет пользоваться. Однако такой масштабный проект вряд ли сможет повлиять на уже сложившиеся тарифы. Действительно, тарифы могут видоизменяться. Как больше, но реже в меньшую сторону. То, что касается сводом этой станции, да, безусловно, появилась новая генерирующая мощность, появились новые условно-постоянные затраты. Но роста тарифа, связанного с этим энергоблоком, на сегодняшний день не будет. Проект расширения объекта ТЭЦ уже прошел повторную Главгазэкспертизу. После нее строительство разделено на два этапа. Первый закончится в декабре. На втором будут достраивать все вспомогательные объекты, береговую насосную станцию, бомбоубежище, а также будут заниматься озеленением и благоустройством. Вообще, строительство второй очереди называют уникальным. Писать такой большой объем реконструкции в, по сути дела, действующее производство, вот это, наверное, была одна из сложностей. И одна из целей проекта была именно повышение производительности, мощности непосредственно самой станции по электроэнергии и по теплу. Поэтому высота градирника как раз тоже, так сказать, для обеспечения повышенной производительности. Вторая очередь, а именно ее строительство никак не отразилось ни на подготовке к отопительному сезону, ни на нем в целом. Как здесь шутят, горожане не почувствовали бы строительство, если бы не средства массовой информации. А пока продолжаются все наружные работы, внутри идет обучение сотрудников, как работать на новых схемах оборудования. В общем, если все и дальше пойдет по плану, к концу года готова будет не только обновленная станция ТЭЦ, но и штат подготовленных работников. Мы ожидаем подключения порядка 50 калорий потребителей. Это примерно 500 тысяч квадратных метров жилья, если в жилье переводить. Потенциал следующих лет, потому что 17-18 года, наверное, будет зависеть от того, насколько много инвесторов придет в область. Если мы за предыдущие годы развязали узел с ограничением по тепловым магистралям, построили новую тепловую магистраль, расширили там, увеличили диаметр, то с мощностью были проблемы. Сегодня эта проблема решена. Ольга Мироненко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей. Николай Савельев сложил в себя полномочия лидера амурских единороссов. Он написал заявление на имя Сергея Неверова, секретаря Генсовета Единой России. Как объяснил Савельев, решение принял уже давно, и еще на весенней партийной конференции хотел покинуть этот пост. Однако решил остаться у руля амурского отделения партии вплоть до выборов, чтобы оказать поддержку и обеспечить бесперебойную работу между отделениями партий всех амурских городов и районов. Свой уход объясняет большой загруженностью. Нового лидера выберут на региональной партийной конференции в середине ноября. До этого времени обязанности секретаря регионального политического совета партии будет исполнять Константин Дьяконов. Безусловно, разговор об этом был, я, скажем так, назовем это переговорами, также состоялись. Конечно, безусловно, для меня это очень ответственное назначение с учетом и той экономической обстановки, которая в области у нас, и того бюджета, который предстоит нам принять. Бюджет будет тяжелый, и на фоне всего этого, скажем так, возглавлять региональное отделение партии, это вдвойне, втройне ответственно. Необходимо будет принимать решения еще более взвешенно, потому что ответственность теперь не только, скажем так, за законодательное собрание, но в том числе и за политическую партию, региональное отделение политической партии. За всю историю существования регионального партийного отделения амурские единороссы сменили шесть руководителей. Савельев остался у руля дольше всех с 2011 года по октябрь 2015. За это время рейтинг партии в Преамурье существенно вырос. На текущий момент он составляет 59,6%. Это выше среднего показателя доверия партии по России. В канун своего профессионального праздника благовещенские таможенники отчитались о проделанной работе за последние девять месяцев. 2015 год, по словам сотрудников учреждения, был непростым. Сказали санкции и политическая ситуация в мире. Но и в таких условиях усилиями защитников рубежей страны в федеральный бюджет поступило более двух миллиардов рублей. Мы отметили снижение импортного товара потока. Эта тенденция не только для благовещенской таможни характерна, в целом для федеральной таможенной службы. Что стали меньше ввозить? Меньше стали ввозить, в первую очередь, машины, оборудование, строительные материалы. Примерно импорт сократился на 50-56%. Но, с другой стороны, мы отмечаем рост экспорта. У нас в этом году активно вывозились зерновые культуры, продовольственные товары. За девять месяцев возбуждено более 20 уголовных дел. Административных правонарушений оказалось в разы больше – около 600. Выявлены случаи задержания культурных ценностей. На границе конфискована дореволюционная пианино. Его из Благовещенска пытался вывезти гражданин КНР. Сейчас антиквариат передан в Краеведческий музей. Также на пресс-конференции было отмечено и развитие международных почтовых отправлений. В связи с этим, к концу 2015 года на базе таможни откроется новое подразделение, которое будет заниматься исключительно оформлением посылок. Ввести уголовную ответственность за езду без прав. Представители Следственного комитета России предложили приравнять отсутствие водительского удостоверения к нелегальному ношению оружия. В настоящее время, согласно Уголовному кодексу, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. В Следственном комитете отмечают, что лицами, не имеющими права управлять автомобилем, в год совершается около 400 тысяч нарушений ПДД. При этом штраф за отсутствие водительских прав, по мнению представителей Следственного комитета России, невелик от 5 до 15 тысяч рублей. В таких условиях вряд ли можно рассчитывать на улучшение статистики. Нарушение автопорядка все больше протекает из области административного кодекса в уголовный. Напомним, в этом году уже введена уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Уже на днях метеорологи обещают снег, а некоторые автолюбители до сих пор бороздят амурские просторы на летней резине. Наша на монтажах аврального режима работы пока не наблюдается. Засучить рукава им придется в первый снегопад. Тогда же и кузовщики отметят праздник День жестянщика. Продолжает новости рубрика «По пути». Ну, как бы на резине тут есть изображение снежины. В принципе, она всесезонно для зимы пойдет. Василий спокоен. Хоть снег, хоть дождь, ему погодные капризы не страшны. В любое время года, по его словам, этот комплект всесезонки еще не подводил. Авось и эту зиму отъездит. Остается изредка проверять давление в шинах. По разговору с Василием складывается впечатление, экономия важнее, трансмиссия вывезет. Но, как говорится, на вкус и цвет. Как-никак шесть лет за рулем откатал, а значит, его мнение наверняка сложилось, исходя из опыта. Автомеханики рассказывают, не один Василий подобного мнения. Видимо, поэтому очередей на автомастерской пока не наблюдается. Все впереди. Уже в первый снегопад народ потянется не только менять летнюю на зимнюю резину. Некоторые автолюбители, осознав, всесезонные покрышки не подходят под амурский климат, поспешат исправить свою ошибку. За день в этом автосервисе успеют принять 20-25 машин. Чтобы не пришлось в пик работы еще и тратить время на консультации, автомеханики дают советы заранее. Для нашего района и климата вообще надо, чтобы летом стояла летняя резина, зимой зимняя. А всесезонная резина – это уже для той категории, которая чаще ездит отдыхать. Вот, чтобы бездорожье за город, да, вот те и ставят. Всесезонная резина, она идет с этим обозначением. Есть еще один повод не терять времени даром и сменить летние покрышки. Дорожники отчитались о полной готовности к зиме. Техника исправна, соль закуплена. Правда, в случае непогоды очищать улицы от снега будут не все сразу. Техники на весь город не хватит. Автопарк ГСТК укомплектован не больше, чем на 60%. Техники не хватит, потому что, согласно расчету сил и средств, у нас ее не хватает. Но в тех объемах, которые у нас есть, мы будем стараться оперативно произвести уборку дорожного полотна города. И если мы сегодня не придем в какие-то районы, значит, мы придем завтра. По нормативам, снегоуборочные машины доберутся до всех городских улиц за 3-4 дня. А потому с подготовкой собственного авто к зиме лучше не затягивать. Как минимум, чтобы не стать одним из героев любительского видео. Наталья Унчикова, Виктор Швецов, Антон Максимов. Амурская служба новостей. Несколько кварталов на улице Горького в Благовещенске, здание на улице Ленина. И это не считая общежитий. Речь идет об Амурской государственной медицинской академии. Ее история также растянулась на несколько десятков лет. Сейчас в ВУЗе работает около 40 кафедр. На одной из них, кафедре анатомии и оперативной хирургии, побывала моя коллега Любовь Ломака и подготовила новый выпуск рубрики «Любимый город». Амурская государственная медицинская академия, которую в народе так и называют «МЕД», была основана в середине прошлого века. 26 июня 1952 года по постановлению Совета министров создан как медицинский институт. Напоминанием об этом остались надпись на одном из корпусов и автобусная остановка с соответствующим названием. Академией ВУЗ стал в 1996 году. А вот в морфологическом корпусе ВУЗа была, пожалуй, большая часть амурских школьников разных лет. Именно здесь находится знаменитый анатомический музей с его экспонатами в формалине. Наша кафедра одна из самых, в общем-то, старых, потому что была первой организованной медицинской академией уже 62 года. Помимо этого корпуса к ВУЗу относятся и ряд других зданий. Как вспоминает Сергей Селиверстов, разрастаться учебное заведение стало в 80-е годы. Тогда же провели и капитальный ремонт основного корпуса. В это время руководил ВУЗом профессор Луценко Михаил Тимофеевич. Это был большой организатор. При нем построены корпуса. Наш корпус морфологический, теоретический корпус. Затем проблемная лаборатория и НИИФ и ПД. И тогда же в 80-е в ВУЗе появилось еще 6 общежитий. Сейчас студенты проживают в 8 разных зданиях. А вот одно из строений Академии кардиоцентр отличается своей архитектурой. Оно и не мудрено. История здания достаточно богатая. В конце 19-го, начале 20-го века в Благовещенской городской думе молокане составляли большинство. Благодаря сильным позициям и влиянию на губернскую власть, молоканам удалось решить вопрос о выделении в 1894 году земельного участка для строительства молитвенного дома. Здание было закончено в 1907 году. Просторный молоканский молитвенный дом стал украшением города и сохранился до наших дней. Украшением города считается и главный корпус ВУЗа. Все благодаря его необычной архитектуре. И можно сказать, что часть улицы Горького прочно ассоциируется у мурчан с этим учебным заведением, раскинувшимся сразу на несколько городских кварталов. Любовь Ломака, Виктор Швецов, Амурская служба новостей. Благовещенские фанаты американской рок-группы «Лимбискит» организовали себе автобус и едут в Хабаровск на концерт уже в это воскресенье. Для тех, кто не любит тяжелую музыку и долгие переезды, внедорожники, квадроциклы, лошади и презентация новой книги амурской писательницы. На предстоящие выходные запланирована масса интересного. Чем запомнятся два ближайших дня, расскажем в нашей постоянной рубрике «Культмасс». У продолжения монстрской саги мало общего с классическими и привычными мультфильмами от Диснея. Этот проект двигается по собственным творческим рельсам. Сюжет охватывает пять лет жизни маленького продолжателя рода вампиров и большие надежды, которые Дед Дракула питает насчет своего румяного и кучерявого внука, который все же больше человек, чем монстр. Несмотря на заявленный жанр, мультфильм – это кинолента больше для взрослых, чем для детей. Хотя и тем, и другим будет одинаково интересно посмотреть ее вместе. Это добрая, милая семейная история, которая не лишена мудрости и ума. Ладно, парни, план Б! Все на борт! Погнали! Вы что, издеваетесь? С антикризисным туром по России все фанаты уже собирают вещи. Легендарные лимбийские приезжают и дают концерт в Хабаровске на арене Ерофей. Благовещенцы уже организовали автобусный концерт. Хабаровские организаторы выступления рок-группы пошли амурским фанатам на встречу. Билеты заранее можно было купить в столице при Амуре. Впрочем, для самых преданных фанатов, кто не успеет на концерт лимбийских хабаров, группа даст еще два концерта. В Владивостоке и Витмин Сахалинский. Какая бы ни была погода, в субботу любители погонять ждут на картодроме. Там пройдет закрытие внедорожного сезона. В программе не только выступления внедорожников, но и фигурное вождение. В этот же день чемпионат по конному спорту. Как обещают организаторы, преодолевать 130-сантиметровую высоту участники будут впервые. Пять лет на сцене. Театральная студия «Ютюб» зовет всех желающих на творческий вечер в честь своего дня рождения. Завершится насыщенная суббота турниром пармрестлингу среди мужчин. Соревнование начнется в полночь. Воскресенье обещает быть культурно насыщенным. Концерты, спектакли, комедии и презентация книги амурской писательницы Нины Дьяковой «Снег в Благовещенске». У меня же на этом все. Смотрите выпуски «Амурская служба новостей» на телеканале «Свой». Слушайте на радиостанциях «Русская радио», «Европа плюс» и «Шансон». А также читайте на портале asn24.ru. Всего хорошего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!